Рада приветствовать вас на своем канале. В сегодняшнем видео мы с вами поговорим о пряжи. Турецкая пряжа от фирмы Alize серия Bella. Это 100% хлопок или котон. Чистой обработки, то есть никакой мерсеризации он не проходил. Довольно-таки толстенькая ниточка. 50 граммового моточки, 180 метров. То есть моточек довольно-таки большой, я считаю, как для 50 граммового. То есть длинный метраж хороший. Белочку я использую чаще всего для детских игрушек, каких-то развивашек. Ну то есть для того, чтобы, скажем, использовать более натуральные ниточки, более натуральную, необработанную пряжу. Дети берут ротик, поэтому, в принципе, игрушку я стараюсь использовать более натуральные материалы, более натуральную пряжу. В принципе, эта пряжа хорошо подходит также для женских вещей, каких-то ажурчиков на лето, то есть каких-то кофточек, топиков. В общем, в принципе, это куда угодно, куда вы хотите использовать хлопок. Когда-то я вязала и шапку летнюю, то есть такую, как в виде зверюшки, в общем, из мультика. Поэтому, в принципе, эту пряжу можно использовать, я ее даже рекомендую использовать. Вот, вяжу я этой пряжей где-то плотную вязку полтора. Вот здесь рекомендовано от полтора до трех, то есть я согласна. Здесь вы уже смотрите и фиксируете свою толщину, то есть если же это плотное вязание полтора достаточно, если же более рыхлое какие-то ажурчики, можно использовать даже троечку. Здесь эта толщина позволяет использовать даже крючок номер три. Спицами я с этой пряжей не вязала, но тоже думаю, где-то двоечка, троечка, в принципе, достаточно. Здесь вот я вам сейчас подскажу, сколько рекомендуют. Два-четыре. Ну, то есть четыре, конечно же, нет, для какой бы рыхлой вязки вы не хотели, но вот с двоечкой я соглашусь. То есть где-то полтора для плотной вязки, а то и два, два с половиной, даже можно тройку сюда использовать. Но толще, чем тройку с половиной я не рекомендую, потому что я знаю, что такое номер четыре. Это очень толстые спицы. Итак, в общем, в принципе, эта пряжа не слишком привередливая в стирочке, то есть 30 градусов, как всегда, ручная стирка желательно. Вот. Также не сильно рекомендую я мешать, как всегда, насыщенные цвета, допустим, это такой красный бордовый с белым. Почему? Потому что, в принципе, как и любая другая пряжа, имеет свойство линять. Ну, как линять? Где-то вам жарко чересчур стало, если это летний топик, где-то, наоборот, там, намочились, что-то кушали, налили на себя и так далее. В общем, не рекомендую использовать сильно темные тона с белой пряжей хлопка. В принципе, какие-то такие погрешности, пожелания вам я уже сказала. Поэтому, конечно же, кто вязал из этой пряжи, что оставляйте, делитесь в комментариях. Не забывайте ставить мне лайки, подписываться на мой канал, на мой предыдущий канал, на мой новый канал. Так что, хорошего вам настроения. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok